И душе моя, Господа, и вся внутренняя моя, имя Святое. Христос Воскресе! Уважаемые дамы и господа, дорогие отцы, братья и сестры! Вот уже пятая седмица по Пасхе, и сегодня Русская Православная Церковь отмечает память великой княгини Евдокии, или преподобной Ефросинии. О ней очень мало известно. Известно только, что она была младшая дочь Сузульского великого князя Дмитрия Константиновича. И дальше известно, что она была засватана за великого князя Владимирского Дмитрия Ивановича. Дмитрию Ивановичу было 14, а ей было 12. И вот когда ей было уже 13, а Дмитрию Ивановичу было 15, она вышла за него замужем и стала его женой. Уже скоро заимела детей. Преподобный Сергий Радонежский был как духовный отец и великому князю Дмитрию Ивановичу Владимирскому, и уже тоже великой княгине. И впоследствии Дмитрий Иванович получил прозвище Дмитрий Донской. И поэтому мы в церкви его всегда вспоминаем как великого князя Дмитрия Донского, потому что он избавил Русь от нашествия Мамаева. Ну, сегодня мы говорим больше о его жене, о великой княгине Евдокии. Она воспитывала, она родила 12 детей. Но великий князь, как мы знаем, он умер, когда ему исполнилось 38 лет. Она осталась еще совсем молодая, ей было там 36-37 лет. Она имела уже 12 детей. И великий князь уже чувствовал, что он на грани смерти и написал даже завещание. Написал, что завещаю всех своих детей, своей великой княгини Евдокии, а дети, вы должны ее слушать. Вы будете иметь мое благословение, если вы будете ее слушать. А тот ребенок, который не будет ее слушать, значит, на нем не будет моей благословения. И действительно, великая княгина впоследствии она вела себя очень нормально. Она была вдовой, честной вдовой. Она была верна князю. И она могла, конечно, поскольку была очень молодая, еще могла выйти замужем, но она замужем не вышла. А она сохранила, допустим, вдовство честности перед своим мужем, великим князем Дмитрием Донским. Жизнь быстро шла, вот и она решила уже стать и монахиней. И она была пострижена, и дали ей имя Ефросинья. Поэтому мы ее и называем и великий княгиней Евдокии, и преподобной Ефросиньей. Она скончалась, когда я исполнился, 54 года. С преподобной Ефросиньей можно взять очень много примеров. Вот представьте себе, что она 36-летняя женщина, она уже имела 12 детей. Она могла их и воспитывать, дать им образование, дать им все для того, чтобы они были достойными гражданами Великой России. Поэтому я советую вам обратиться в житие в Великой княгини Евдокии, или даже в Великая княгина преподобная Ефросинья, потому что действительно с ее жизни можно подчеркнуть очень много. И я видел даже памятник в Москве, который стоит великий князь Дмитрий Донской, и преподобная Евдокия, и все дети его. Вы знаете, вот это такая трогательная, такая, ну, семья, вот памятник такой трогательный, что прямо смотришь на них действительно, какие они были все-таки хорошие. И муж был хороший, и жена хорошая, и дети были такие хорошие. Так что у нас, с примеров, есть очень много с кого брать, потому что это мы должны поднять свою духовную жизнь высоко, для того, чтобы служить Богу и служить людям. И только когда у нас будет вот такая честность перед самим, девушке будет честным перед самим собою, и женщина честным перед самим собою, тогда у нас будет и жизнь лучше. Так что я поздравляю всех вас с памятью преподобной Евдокии, преподобной Ефросинии, и если вот у нас есть именинцы, я их поздравляю с Днем Ангела. Желаю вам здоровья и счастья и многих лет жизни, и берите пример со своей покровительцей небесной. И Христос воскресе! Храни вас всех, Господь, в добром здравии! Благослови, душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя Святое!